Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео я вам хочу показать мои покупки по 13 каталогу компании Фаберлик. И давайте уже начнем смотреть. Самая неожиданная моя покупка, но она обдуманная, я купила все-таки мезороллер. В прошлом видео про покупки с Фаберлик я вам говорила, когда покупала ампулы, что раздумываю про мезороллер. Вот, смотрите, я его купила. Вместе давайте открывать. Получила свой заказ. Все упаковано и запечатано. Смотрите, как. Инструкция о мезороллере, что такое мезороллер, применение мезороллера, терапия. И, в общем-то, инструкция, все про него. Вот так вот он упакован. Давайте его распакуем и уже оснащим. В такой вот коробочке его хранить. Смотрю вместе с вами тоже в первый раз. И вот такой вот мезороллер. Пластиковая ручка. Иголочки. Да невольно. Абсолютно. Я ожидала, знаете чего? Я ожидала от него. Это как я на процедуру. Если вы смотрите мои влоги, которые выходят каждый день. Я до отпуска до Турции, если вы хотите посмотреть, и вам это интересно. Я ходила к косметологу тоже на мезотерапию. Но там проколы. Прям болезненная процедура. Очень чутимая. Ну, вы знаете, как бы... Нет, такого нету, как там эффекта. Может быть, на лице будет что-то по-другому. Ну, в общем, его нужно... Как здесь написано. Пользоваться лучше одному. В общем, обеззараживать направление действиями мезороллера в разные стороны. Вот такая вот звездочка. Проводить по пять раз в каждом направлении. В общем, буду с большим интересом им пользоваться. Тем более, у меня есть ампулы. И получать от этого какой-то результат. О нем я вам или сниму отдельное видео, если у вас такие будут запросы. Напишите, если вам это интересно. Или я во влогах, которые выходят на моем канале каждый день, я вам расскажу, что я вообще по поводу этого думаю. Я все изучила, как обеззараживать, как даже обезболивать, какие препараты нужны. Поэтому, если вам это интересно, напишите, я вам тоже расскажу. Следующее. Я купила вот такую триактивную маску-патч для лица. Это как раз-таки после процедуры мезотерапии. Вот этим мезороллером. Чтобы успокоить кожу лица. Это тканевая маска. Она вот здесь нарисована. Наносится на все лицо. Попробую. Очень интересно. Не пробовала. С первыми морщинками. Ну, вот как раз-таки на омоложение. И для снятия именно этого покраснения. В очередной раз была акция в каталоге. Там покупаешь один продукт из серии про эликсир. И можно было вот эту вот мицеллярную воду взять по хорошей цене. Я сейчас пользуюсь такой. Я вам показывала, что я ее купила. Вы знаете, я ее попробовала. Если с ней снимать макияж, у меня щипят ей глаза. Я снимаю ей, кроме области глаз, все остальное с области лица. На глазах щипит. На остальном лице как-то нормально все очищается. И поэтому она мне досталась очень выгодной цене. Купила ее снова. Но для глаз я вам не советую. Я попробовала и не получила того результата, допустим, который бы я хотела для снятия макияжа с глаз. Сейчас я вам покажу такие три продукта. Буду подсматривать по названиям. Это у нас губные помады, стойкие губные помады. Здесь у меня три оттенка, чтобы вам было более понятно и ясно. Номер 40 называется «Случайная встреча». Очень не хвалят на просторах YouTube. Смотрите, какой цвет. Надеюсь, вам будет. И видно. Смотрите, какой цвет. Это 4640 «Случайная встреча». Прям помада сама рисует на губах. И она какая-то такая влажная и интересная. Мне понравилось. Следующий цвет у меня 4647. Называется «Пламенные чувства». Эта губная помада у меня нанесена на губах. Вы ее можете видеть. Но я вам давайте не буду ее рисовать. Потому что будет много чего еще тестировать. Вот она у меня на губах. Это «Пламенная встреча» 4647. Следующий цвет, который мы здесь видим, это цвет 4644. «Ласковый шепот». Ну, вообще, такая тоже очень носибельный цвет. Она как будто сама прям рисует. Она такая какая-то влажная. Аромат практически незаметен. Вообще нейтральный. Это, наверное, самая нейтральная губная помада, которую я вообще встречала. Мне кажется, она вообще нейтрально-нейтрально пахнет. Ну, в общем-то, для меня, конечно, непривычно, что губная помада не в коробочках. Я привыкла, что как-то помады всегда в коробочках, что люксовые, что там, в Эрифлейме. Здесь помады без коробочек. Ну, как-то очень интересно. Следующий продукт пойдут уже такие. Давайте по вкусняшкам пройдёмся. Серия «Манго и папайя» – это витаминный мис для тела «Манго и папайя». И давайте будем нюхать. Ой, как пахнет! И «Манго» пахнет, и «Папайя», и всё это перемешку. Такой сладкий, вкусный аромат. Ой, я вообще не удержалась от этой покупки. Для увлажнения тела, тем более, я поеду снова в отпуск, и будет всё равно какой-то загарок, и буду раз-раз-раз увлажнять тело. Прям классный. Вот действительно, то, что здесь пишут, тут они в экзотических фруктах, в этом аромате. Ну, в общем-то, очень клёвый аромат. Я прям даже не ожидала. Из этой же серии я взяла крем для рук, потому что аромат клёвый. Я думаю, что он мне будет нравиться в любом случае. Сильно питательного какого-то крема я сейчас не хочу, и у меня, в принципе, нет такой вот необходимости. Впитывается хорошо. Ну, аромат, слушайте, ну, обалденный. Впитывается хорошо, никакой белёсости нет. Такое влажное чувство, чувство увлажнения. Вот такой вот оранжевый, по сравнению, конечно, с этим зелёненьким. Он вообще такой, ну, какой-то жёлто-зелёный, да, а тут такой ярко-ярко-оранжевый. Из этой же серии я взяла витамины гель для душа. Аромат точно такой же. Ну, вот нельзя сказать, нет, не точно такой же. Зря я вам говорю. Вы знаете, ай, или я уже нанюхалась, что ли, я не знаю. Крем как-то понасыщеннее, конечно, пахнет. У нас тоже, в общем, гель для душа кремообразный. Вот такой консистенции, небольшого объёма здесь. 200 мл. Бутылочка очень красивая, аромат классный. И вот такой вот, ну, суперский, я не знаю, суперский. Мне вот понравилось. Из этой же серии я уже решила брать. Брать так всё почти. Взяла витаминный крем-масло для тела манго и папайя. Здесь 150 мл. Всё запечатано. Но его хочу открыть, потому что мне очень интересно. Смотрите, какая густая консистенция. Ой, какой... Ой, он прям такой плотный, слушайте. Прям вообще, прям вообще, куда бы, куда бы, куда бы, куда бы. Ну да, такой, знаете, как масло жирненький такой. Прям вообще хороший, будет увлажнять и зимую. Немножко по-другому пахнет, чем прям для рук. Более помягче, более понейтральнее. Вообще не двигается в банке нисколько, никуда, ничего. Интересно. И неинтересно, возьмешь с собой в отпуск увлажнять кожу. Ой, как вкусно пахнет. Так, ну это подружка заказала витаминный бальзам для губ. Это у нас уже смородина и ежевика. Ну, такой бальзамчик. Сейчас мы понюхаем, как это пахнет в другом продукте. Так, вот мой крем для рук. Это тоже из серии смородины и ежевика. Так, эту серию, знаете, купила потому, что у меня сейчас жидкомыло стоит на кухне. Смородина. И он мне так нравится этот аромат. Я думаю, возьму эту серию тоже. Нанесем. Ну да, ежевика нет. А вот смородина, конечно же, преобладает. Ну, тоже никакой белесости впитывается, влажненький такой. Пахнет, знаете, вот когда смородину собираешь, вот это свежая смородина, зеленая листва. Вот это вот все, когда смородинного чая завариваете. Да, это вот аромат такой смородины. Слушайте, ну, я обалдюю. Я вообще в каком-то восторге. Мне кажется, вот эта вот серия, она просто вот вообще зимою, когда вот эти вот, быстро этих ароматов, вот сейчас уже все заканчивается, это будет просто, просто вообще. Ну и, опять же, буду банальной. Взяла еще и витаминное масло смородина и ежевика. Также 150 мл, цвет уже смородиновый. Ой, так и ароматы, слушайте, ну я вообще в восторге. Консистенция такая же плотная. Все точно так же. Все точно так же. Ниже, мажем, ниже. Балдеж, балдеж, балдеж. Все наносится, разносится. Вообще, никакого блеска, ничего не остается. Ну, тоже пахнет в основном смородиной. Клевый аромат, дизайн. Ну, посмотрите, какие дизайны клевенькие. Как вот будут стоять у меня, будут пользоваться с большим удовольствием. Ну, ладно, давайте немножко отойдем от ароматов и посмотрим кое-что другое. Подруга заказала такую сыворотку, питательную для всех типов волос. Вы знаете, я вот из этой серии пользовалась маской для волос. Мне она очень нравилась. Я вообще не ожидала, что сыворотка такая маленькая. В каталоге как-то она так больше. Руки жирные. Но если измажут, ничего страшного. Вот такая сыворотка с дозатом, питательно-ценные масла. Объем здесь 30 мл, я так как предполагаю. Нужно совсем маленечко. Наносить ее можно на сухие или влажные волосы. Но, в общем-то, интересно к этой сыворотке, кстати, пришел в подарок. Вот такой шампунь питательный для всех типов волос из этой же серии. Но масло вот такое вот маленькое, кто не видел. Для меня было открытием, что оно такое прям маленькое, компактненькое. Может быть, даже себе подумаю его заказать. Потому что я очень люблю масла для волос. Для меня это всегда такая важная тема. Волосы. Поэтому продукт здоровский. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такое аромание бергамот. Туалетная вода для женщин. Появились новые водички. Они, так скажем, однокомпонентные. С каким-то ароматом. Их можно смешивать друг с другом. Что-то другие, которые были там ароматы. Не знаю, мне не понравились или я там не поняла их. Там был мускус. Что-то еще. Ну, коробка такая, знаете, дешевая. Картон прям дешевый. Он прям ломается, так скажем. Особо не держится. Я очень часто сохраняю коробки. И потом... Ой, такой маленький. Ой, такой маленький. Ой, такой маленький. Бергамот. 30 миллилитров. Но с самой сумочкой очень интересно. Может быть, даже все-таки. Опа. Вот такая крышка. 30 миллилитров. Давайте будем, что ли, уже думать, куда бы нанести сюда, что ли. Потому что в крышку не буду брызгать. Все равно не будет. А знаете, бергамот, вот он мне в пробнике понравился. Я бы нюхала. И на самом деле, такой свежий, какой-то современный. Пусть даже он однокомпонентный. Но он такой непростоватый. Непростой. И такой довольно-таки интересный. Мне понравился. Я довольна. Что бергамот заказала. Может быть, все-таки распробую там еще какие-то ароматы, которые есть вот сейчас. Но вообще будет каждый, как я понимаю, квартал или каждые три месяца, да, появляться новые в дополнение к этому аромату ароматы. То есть можно будет пополнять свою коллекцию и уже экспериментировать, что-то пробовать. Да и вообще можно бергамот попробовать, я думаю, с другим еще каким-нибудь парфюмом. Ну, не до фанатизма, но попробовать можно, почему бы и нет. Но дизайн такой, видите, плоский. Плоский такой интересный. У меня вот такого дизайна парфюма сейчас никакого нет. Хотя, в принципе, очень большое количество парфюмов, но вот такого какого-то нет. Приятный. Приятный флакончик, дизайн. Мне как бы нравится. Но коробка такая, этих, она ходящая. Коробка такая недорогая. За счет этого нужно было что-то удешевить. За счет коробки я согласна. Пусть будет коробка дешевая, а вот флакон и аромат уже все-таки даже не так флакон, как аромат. Ну, эстетические флаконы тоже люблю, когда красивые. Ну и вот это вот весь такой вкуснячий, красивячий заказ, который я сделала в этот раз по 13-му каталогу. Мне пришел 14-й каталог. С большим удовольствием буду его листать, что-то выбирать для себя и для своей семьи. А если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. А я вас обнимаю, очень крепко целую и всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok